Говорить мысли выражать вот эти мысли мы с нашими врагами мире много стран у которых есть враги соседи мы все время пример приводим того же израиля но нельзя жить не создавая отношений мы не поменяем место своей родины мы никуда его не перевезем сами с родиной никуда не отъедем мы живем там где мы живем мы должны быть честными в том плане что очень большое количество армян которые живут за пределами армении в том числе россии тоже летают в стамбул отдыхать потому что там люди и там условия и там гостям относятся прямо с облизыванием ног если сравнить сервис египтом конечно же турция чуть выше но это еще не эмираты или это тем более не скажем свейшелы или мальдивы все такое да но в любом случае отношение к гостям там очень уважительное и сейчас пускай никто не кривит душой тем более те кто сидят живут дай бог всем удачи успехов процветания сидят у себя в российских городах и начинают там вой поднимать сдашна как учаряна сержевская вот это вот этим сбродом пускай они заткнутся потому что все отдыхающие в турции середины двухтысячных года кого я знаю это основном их тайфа это раз во вторых если люди не пользовались городом стамбул как транзитным города они не могут иметь представление что из себя представляет транзитная столица стамбул это очень цивильный аэропорт это очень цивильное отношение ничем не хуже европейского даже даже может быть на голову выше в том плане что для них любой человек который прилетел и оставить полцента денег это для них святой человек он оставляет у них деньги восприятие армян у них не проходит через ту призму что они что больше 105 лет пытаются всему миру доказать навязать что мы сотворили геноцид а мы этого не принимаем нету этого они воспринимают любого человека который прилетел оказался на час на 10 часов на 10 дней на месяц у них на земле оставить хоть один это человек с которым нужно быть очень уважительным и . что касается авиабилетов через стамбул очень много удачных транзитных перелетов поэтому этим будут пользоваться все то что например предлагает австрийские авиавинии через там был ты можешь купить дешевле это однозначно тем более после ковида когда авиабилеты вообще подорожали по сути да по принципу это вот по поводу этого что касается нужно это нужен этот рейс или не нужен однозначно он нужен потому что мы тоже можем стать транзитным перелетом например из стамбула через армению еще куда-то дальше и в конце концов мы что хотим быть цивильной страной или превращаться по ходу в какого-то изгоя мы так как 30 лет жили в изгойном состоянии у нас не было границ кроме грузии и ирана больше ничего нам все это нравится а теперь я вот маленький такой сделаю отступление по поводу вот этих вот граничных каких-то манипуляционных выступлений ко всем тем которые считают что вот правительство протурецкое за рту зибиль во всем кто так считают у нас нету больше сыновей которые должны воевать и сражаться пускай это запомнят в любом уголке нашей прекрасной планеты нету у армении сыновей которые должны гибнуть точка те кто считают какие-то радикалисты какие-то патриоты у которых есть понимание того что нет мы должны мы обязаны эти ребята погибли сидите и заткнитесь пожалуйста все потому что либо поднимайте ваши задницы с вашими мужьями сыновьями приезжайте в армению жить посылайте ваших мужчин на границу ждите их сутками неделями годами и потом только рот открывается я просто призываю всех в один голос понять что мы должны добиться того чтобы у нас было мирное сосуществование со всеми соседей пока мы не встанем на ноги пройдет какое-то время докажем мы работой своей жизнью что мы то государство которое можем на кого-то косо посмотреть я стану рядом с нашими детьми пока мы не в состоянии и все 30 лет были не в состоянии хватит уже хватит с этим не знаю карсом ванном и со всеми разговорами просто наш просто light хватит надоело достала нам нужно строить сильную экономику а сильную экономику без хороших отношений с соседями ты не построишь мы почему-то считаем что русские плохие потому что что-то нам не нравится владимира владимировича но мы почему-то это проектируем на весь народ но другой стороны мы ждем чтобы они приехали и оставили свои заработанные деньги были туристами номер один так не бывает дорогие мои давайте научимся быть честными сами с собой первую очередь давайте мы не будем не стечу что вот мы зависим от русских мы все-таки оставили их у вас база стоит с незапамятных времен в гюмри вот когда решите вопрос того что база вам не нужно после этого будете говорить о том что мы с русским нам с русскими не по пути нам нужно чтобы у нас пути были со всеми с турции с азербайджаном с грузии с ираном с россией с молдовой с украиной не знаю с австралией с голландией с юаром со всеми наконец нужно научиться жить не просто понтами и амбициями у которых нет ни не фундамента не основ а нужно построить такое государство с которым будут все наравне разговаривать и все плане туризма то же самое а извините пожалуйста те кто вот во весь голос орут что вот мы откроем границы турки придут скупят у нас границы с ираном никогда не закрывались за последние 30 лет мы превратились в иранское государство они пришли все нас как бы перекупили закупили стали как бы хозяевами армении что за глупости у нас границу с грузией открыто было не закрывалась мы что грузинизировались блин даже не знаю как выразить это слово ну хватит уже достали надоело ваши все эти манипуляции сейчас обращаюсь к тем как бы все до патриотом которые сейчас точно наблюдают за ними я это уверена за нами наблюдают я сейчас к вам обращаюсь хватит ваше одно слово уже в самой глубинке армении приводит тому что говорят яхта стали надоели поэтому рейсу в турции будет поэтому этот рейс должен работать как для бизнеса так и для туризма параллельно и слава богу что это не в одностороннем порядке авиакомпании авиарейс осуществляется они взаимодействованы с нашей авиакомпании из турецкой это честный правильный бизнес что думаете вы пишите в комментариях спасибо за просмотр до новых встреч